Алексей Каравашков, рада приветствовать тебя, Алексей, снова у нас в студии. Я помню, когда мы с тобой разговаривали еще после той далекой Олимпиады в 2014-м, вот когда была бронзовая медаль, и сейчас... 2012-м, прошу прощения, 2012-м, да, 12 лет спустя ты снова вернулся вот на это Олимпийское поприще. Ну, скажи, пожалуйста, как это получилось, как это удалось? Гонка была непростая, потому что мы были в Краснодаре, нам позвонили утром, сказали, я не помню, какого числа, за день до этой гонки позвонили, сказали, срочно вылетайте в Венгрию, у вас послезавтра старт. Дорога оказалась не близкой, мы добирались сутки, ночь не спали, не ели, приехали. Чтобы вы понимали, самолет приземлился в Венгрию за 5 часов до старта. На канал мы приехали за 3 часа до старта. Нам хватило времени выставить двойку, я имею в виду подушки, упорок, выйти на короткую тренировку. И когда мы с тренировки вышли, у нас оставалось 40 минут до финального заезда. Гонка была одна, финальный заезд, и там промахиваться вообще никак нельзя. То есть с корабля на бал, прямо вывод, прямо с самолета, можно сказать, сразу на канал. Это вот как есть, так и сказали, да, вот как было, так и сказали. Поэтому мы собрались каким-то образом. Ребята у нас, с кем мы гонялись, соперники, были непростые поляки. Это очень сильная команда в Польше. Они погребли, показывают постоянно, стабильно, очень лучшие результаты, можно сказать. Поэтому мы собрались, мы тоже не пальцем деланы, и нам удалось взять первое место. Почему? Там ошибаться нельзя было, потому что только за первое место дают лицензию. Алексей, ну мы видели, видели этот заезд, видели эту гонку. Это невероятный такой был у вас спурт на старте. Я знаю, что вы вот прям действительно крутой спринтер, и вот у вас был такой спринт прям на старте. Вы вырвались вперед и держались, держались до последнего, да? То есть такая тактика была на эту гонку. Мы шли ва-банк, я бы так сказал. Потому что если бы мы раскладывали, делали какие-то раскладки по дистанции, то ехали бы рядом или выпустили потом, отпустили бы вперед соперников, потом пришлось бы на финише добавлять, мы бы и так не смогли. Нам надо было как можно больше сделать задел для финиша, чтобы нас не догнали. Мы понимали то, что в том состоянии, в котором мы сейчас в тот момент находились. Мы сделали все правильно. Я считаю, что все правильно сделали, тактику выбрали правильную. Возможно, поляки не ожидали, что мы с самого старта начнем идти очень сильно, отрываться от всех, и когда они уже одумались, это для них было поздно. Но мы им дали шанс, реванш, можно так сказать, на Кубке мира. Мы, получается, выспались. Да, отыграться. Мы выспались, привели себя в порядок, и сегодня прошли эту гонку и опять же выиграли. Но выиграли уже, уверенно, там корпус, больше корпуса. То есть вы взяли уже сегодня золотые медали Кубка мира, и вы доказали, что действительно вот эта путевка, это вот эти три сотые секунды, которые вы выиграли, это было не случайно? Да, это было не случайно. Это было закономерно, закономерно, да. Олимпийская путевка. Мы уже у них выиграли две секунды. Скажи, пожалуйста, вот когда после финиша, как вы узнали результаты, какие чувства были, что испытывали, что вы сделали после финиша? Ну, мы когда заезжали первыми, мы видели то, что мы чуть-чуть все-таки выиграли у поляков. Там эмоций практически не было, потому что сил не было радоваться. Ну и плюс нам, как российским спортсменам, как под нейтральным статусом, пришлось не улыбаться, не показывать виду, что мы счастливы, дабы контролировать себя, дабы не допустить в свой адрес каких-то высказываний лишних. Алексей, я хочу тебе сказать, что все Приднестровье, наверное, узнав эту новость, сказала, ура, у нас есть первая олимпийская путевка, просто супер результат у вас. И я хочу спросить, вот все-таки 12 лет спустя вы вернулись, снова вы на коне, вы показали шикарный результат, несмотря уже на то, что у вас была олимпийская медаль, у вас 5 раз чемпионство на чемпионатах мира, и вот сейчас снова такой результат. Это дорогого стоит. Вот как вы можете столько лет поддерживать себя на высочайшем уровне, высочайшую форму держать? Я люблю этот спорт, я люблю свое дело, поэтому мне не то, чтобы тяжело тренироваться, мне в радость тренироваться, выходить на каждые тренировки. Чтобы вы понимали, утром выйти на тренировку, когда поют птицы, когда видишь вот эту природу, когда дышишь свежим воздухом, гребешь, выкладываешься, это дорогого стоит, это надо почувствовать, и это как фанатом становишься, поэтому я не могу сказать, что это как-то тяжело удерживать свой уровень. Ну что, я хочу сказать, что и в 32 года вы выглядите так, как молодой спортсмен, абсолютно не ветеран, и вы являетесь сейчас спортсменом-инструктором Тираспольского республиканского центра олимпийской подготовки, и вы воспитанник Тираспольской школы гребли, все это прекрасно помнят. Скажите, здесь, в Приднестровье, кто-то у вас остался, друзья, близкие, родные, люди, кто будет за вас болеть? Да, у меня в Приднестровье живет мама, бабушка, отец, брат. Прекрасно, есть возможность сейчас передать им приветы прямо в эфире? Я передаю всей своей семье огромный привет, я вас очень сильно люблю, спасибо за вашу поддержку, я постоянно имею связь со своими родными, и хотел бы поблагодарить школу гребли города Тирасполь. Соколенкович Лав Григорьевича, он замечательный тренер, этот человек, который помогает спортсменам, он дает наставления, он продвигает спортсмена, он делает его олимпийским чемпионом. Александр Тиченко, вот прямой показатель тому. И воспользуюсь случаем, возможно, меня посмотрит 15-я школа, где я учился. Татьяна Сергеевна Невская, она директором является. Я благодарен за знания, те, которые мне дали в этой 15-й школе. И передаю привет всем приднестровцам, спортсменам всех видов спорта. Старайтесь, делайте себя лучше, и у вас все получится. Алексей, ну что, я хочу добавить, что все здесь, в Приднестровье, будут болеть за вас. Мы обязательно будем смотреть ваши старты, обязательно будем держать кулаки. И вот уже начиная прям с сегодняшнего дня, мы желаем вам идти уже только вперед, только к своей цели. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok